Дороги Деревенские Дороги Деревенские Дороги Деревенские Дороги Деревенские вот узи нет приходится вот я стою на учете приходится ездить платно тоже накладно прием у врача в 12 часов а комиссии чтобы утвердить льготные рецепты в три часа а на чем ехать автобусы то раньше уходят обратно то на чем добираться раньше было с пол двенадцатого комиссия это медицинская проходила а сейчас вот с трех вот это тоже вот людей многих многих не устраивает ну вот такая запись которая демонстрирует что люди чувствуют как они могут пользоваться медицинскими услугами в районах не самых отдаленных надо сказать орлов совсем не самый отдаленный от города кирова от областного центра ольга николаевна знаю что вы объезжаете большое количество районов вот такая ситуация которая в орлове вот сейчас она прозвучала насколько часто встречается она встречается очень часто вот я вчера из даровского вернулась я тоже их спросила была в селе пиксур в селе кобра спрашиваю у вас фаб есть они так спокойно потупив глаза поняту а школы есть нет а детские а нет а хозяйства а тоже нет как вы живете так вот так и живем потихоньку вот цветы тут разводим а молодежи много молодежи нет молодежи тоже молодежи очень мало но вот сейчас гостевые дома там стали строить приехали москвичи и вот они говорят если бы была медицина вот этот 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 бы приехали то есть наши знакомые родом отсюда родителей обязательно приехали нет медицины нет дороги фатма дорисович что вы скажете по этому поводу действительно ли настолько сложная ситуация с доступностью медицинских услуг в небольших деревнях в больших я не знаю как вообще я выживаться изнутри вы живете не в кире до сторонник чтобы вот все услуги были там где налажено производство где есть экономика чтобы экономическая экономически эта территория выживала нельзя в каждой деревне построить фаб это смысла нет но надо сделать так чтобы доступность этого фаба была доступность а дороги нет чтобы был транспорт давайте изначально разберемся у нас есть программа развития сельских территорий ну мы несколько раз говорили что она немного ничтожна по финансированию по показателям где там стоит на семь лет построить 6 фабов они давно уже построены ну вот ну в программу ввели я всегда говорил что где есть работающее производство там надо сохранить и детский сад и школу и фабы и дороги соответственно смотреть нельзя сделать в каждой деревне фаб эта деревня при как бы территориально принадлежит какому-то производству это не уважение к сельским жителям вот эта точка зрения с моей понимаете я могу с вами вместе говорить что фабы нужны в каждой заброшенной деревушке но я не буду это говорить потому что экономически ни один регион не выдержит строительство каждых фабов давайте прежде чем мы перейдем к экономике мы должны сразу сказать что мы неоднократно неоднократно обращались в наш минздрав на в наше соц соц развития непосредственно к дмитрию санечку урдюмову правда без официальных запросов сразу скажу там да с тем чтобы делать программы на эти темы но к сожалению пока что не могу сказать что окончательный отказ получаем но не очень торопится к нам студию прийти надеюсь может быть на следующей неделе нас услышат и все-таки придут и смогут ответить чтобы надо понимать конкретно что мы приглашаем сюда в студию и это делаем давайте еще раз обратиться к жителям потому что вы сейчас в этом отрывке который мы прослушали из программы дороги деревенские жители говорят о том что медицина нельзя назвать ее доступной в регионе я хочу услышать что говорят люди вот орловцы говорят что неудобное время да для приема врачей для комиссии простой его для выписки для выписки необходимых там рецептов потому что разорвано по времени вы мне рассказывали про историю в даровском районе озвучьте ее пожалуйста в даровском районе в селе красном оказался мальчик 14 лет приехал к бабушке отдыхать из районного центра и случилась болезнь несчастье аппендицит значит позвонили в даровской было выходные нет хирурга никто не может позвонили в котельнич сказали 14 лет не примем позвонили в киров во взрослую клинику он нет его не примем позвонили в детскую нет мы принимаем до 14 лет так как это не примем но не примем острый же случай как не примем результат значит шофер по личной инициативе водитель довез его до северной больницы уже был перетонит и его там спасли вот такая ситуация в даровском районе была там прекрасная клиника когда-то я была на этом открытии вот они так радовались все жители что вот у них такая клиника и будет роддом роддома нет но все таки там есть и специалисты но вы можете предположить почему случилась такая история но я думаю потому что вот скажем в красном нет фельдшера в селе фельдшер бы тут не помог а здесь нужно может быть бы настоял более правильно бы сказал о том что происходит с мальчиком в этот день его не было или вообще нет но я думаю что еще ситуация в том что вот скажем по орловскому району я звоню министерство наше по медицине и они очень так относятся спокойно в кавычках к тому что происходит в орловском районе и что происходит я им про и дороской рассказывала понимаете они не понимают меня они не понимают жителей и когда я уезжала из орловского района вот из этих деревень коково они крыли ну ради бога ну помогите нам христа я хочу услышать что в чем непонимание вы говорите на ко мне как журналисту обращаются жители да жалуются на что жалуются на невнимание а врачей вот как раз в комментариях какие-то царьки почему-то так вот называют врачей невнимание грубость грубость да но я не не называю эти слова потому что я не хочу может быть говорить об этом потому что может быть преувеличивают жители но называют непочтительно отношения отношения раз нет узи вот чтобы вот кардиограмму снять ее одно время не читали не могли в орловской центральной больнице прочитать кардиограмму мне показывал бывший глава поселения орловского района орловского села вот это вот как раз показывал что его направляют в киров в областную больницу почему не хватает специалистов да но сейчас уже нашли штат не предусматривает или люди не едут работают предусматривает ну возможно люди не едут люди не нет это в вашем сюжете да 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 он говорил о том что он говорил о том что есть вроде как вот эти все программы там и миллион рублей да для молодых специалистов и жилье служебное предоставляется стоит пустое но люди приезжают на год на два и уезжают еще один комментарий перед коротким перерывом афат мударисович ну вот на министерство регулярно докладывает что на самом деле что касается узи есть выездные бригады они выезжают по расписанию четко во все абсолютно даже самые удаленные районный город бесплатные области области есть выездные бригады я знаю платные очень много платных центров кировских зарабатывают немаленькие деньги вот на таких выездах есть вот что касается мальчика который даст перитонитом в итоге попал северную больницу у нас развивается авиамедицина очередной вертолет вот сейчас будет закупаться по лизингу уже который четвертый по моему вертолет и мы докладываем область докладывать что вот она развивается и самых удаленных удаленных районов такие экстренные случаи мы доставляем на вертолетах почему же до сих пор почему же до сих пор люди жалуются это ко мне вопрос через полминуты я попрошу вас ответить в больницу в орлов видишь как будто каким-то царькам услышали мы сейчас из программы аудиопрограммы дороги деревенский которые сейчас включали спрашиваем что происходит с медициной на селе неудовлетворенность жителей она растет или это какие-то остаточные явления потому что мы видим как рапортует наши властные власти о том что медицина на селе тоже развиваются строится фапы авиамедицина в отдельно взятом регионе потому что по стране мы лидеры в этом смысле развивается предоставляется жилье для врачей которые поедут в районы работать а люди до сих пор говорят что отношение вот плохое ольга николаевна озвучивает что случаются вещи как вот с мальчиком из даровского района до который не принимаются аппендицит и мы еле добрались до кирова и спиритонитом уже и так далее да что вы скажете я скажу единственное это отсутствие кадров они отсутствие кадров не только медицинского но и в производстве отсутствие кадров отсутствие условий жизни на селе для работников здравоохранения и других отраслей то есть не интересно что мы понимаем под условиями жизни то есть это не только жилье который предоставляет уровень образования сразу будем говорить на селе ниже чем в городе детские сады не знаешь куда детские сады школа неполная соответственно 9 классов до 9 классов в некоторых даже есть пять шесть четыре класса то есть соответственно молодежь в перспективе там не будет жить не будет оставаться то есть нет всех условий даже отсутствие интернета кого вы заставите человека с высшим образованием работать независимо папе на производстве еще где-то где отсутствует интернет где отсутствует дороги то есть мы за миллион рублей туда не затащим это временная поддержка я вот сейчас слушаю знаешь я что вспоминаю я вспоминаю записки юного врача булгакова это начало было начало двадцатого века как там на перекладных полтора суток добирался значит он до какого-то села и получается что прошло сто лет и ничего не изменилось я сейчас услышала несколько проблем которые были обозначены нашими гостями первая проблема это большое количество населенных пунктов вымирающих таких да где зарегистрировано много людей вот на вчера озвучила тоже константин сечихин член унф и общественной палаты кировской области фаб то строится и не один и второй и третий целое расписание есть но с фаб и строится в том числе и в тех деревнях где по факту живет 30 человек а прописано 200 первое второе фаб и строится в них не едут сейчас в этом ударе сейчас звучал в них не едут специалисты потому что специалист который приезжает у него семья нужно чтобы эта семья где-то была устроена чтобы дети ходили в качественный садик качественную школу он думает наперед третье третье жители не могут доехать до квалифицированных врачей потому что нет районов или нет врачей опять же потому что они туда работать и нет дорог и четвертое есть программа областная она большая она вроде бы все прорабатывает эти проблемы но в итоге мы не понимаем насколько эффективно они решаются и что с этим делать вот да кардинальные меры они примите принимаются но как это влияет непонятно потому что мы видим рапорты официальные виде пресс-релизов мы вводим красивые сюжеты по телеканалам в том числе и федеральным а люди почему-то вот встречая только у николаевну лушнику и вообще другое говоря сетана значит можно я по этой программе немножко опять проеду вот это самое время да значит она составлена у нас по развитию сельских территорий 14 20 год объем финансирования порядка двух миллиардов там триста восемнадцать миллионов это федеральные и областные еще внебюджетные это много или мало хорошо давайте мы поделим на 7 лет поделим на 40 районов и мы получим 8 миллионов в год на район можно сделать на 8 миллионов включая водопровод включая дороги включая школы ремонт и детских садов то есть комплекс 8 миллионов в год получается что программа фикции эта программа она написана в то время когда просто сказали дали задание и написали то что есть но я образно называю в колуарах что программа написана на коленке на сегодняшний день в феврале месяце председатель правительства собирал по этому вопросу его все регионы разосланы пожелания то есть если смысл программу развития сельских территорий определять из под программы из под министерства в отдельную программу мы на комиссии у себя в общественной палате однозначно дали в ответ что дан данный закон обязателен и дали даже ну как бы рыбу этой этого закона схему полностью выслали значит и надо ее выводить из под минсельхоза минсельхоз не может контролировать ремонт и дорог кадровые вопросы здравоохранения ремонт дорог наличие там культура то есть выводить в подчинении первого заместителя председателя правительства на федеральный уровень и на региональный первый заместитель губернатора тогда и чурик должен заниматься на вас не суть кто значит им и надо обязательно отдельными строками говорить развитие здравоохранения в том числе в сельских территориях развитие образования в том числе строительство дорог в том числе то есть тогда мы что-то эффект получим на сегодняшний день это под программа в общей программе развития сельского хозяйства она ну не не наделяется каким-то вниманием ощущение такое она вроде есть но ее вроде нет вот она есть но вот по финансированию если я сейчас вам скажу сколько допустим квадратных метров должны построить все то получается в год 139 квадратных метров в год на один район что такое 139 это две квартиры в год на целый район хорошо пусть 4 маленьких однокомнатных я вас умоляю сельхозпроизводство строит по 3-4 дома то есть эта программа она не не собрана она то есть вот мое это мнение данную программу надо верстать снизу то есть глава района должен собрать производителей переработчиков и понять что они хотят для своих работников построить это вне бюджетные деньги на основании этого посмотреть какие какие сборы в бюджет районный собирает он значит и далее каждый район должен защитить ее на областном уровне на основании этих программ должна стратегия развития региона составится тогда будет понятно целостность этой программы понятно будет работа глав муниципальных территорий и я не знаю даже даже может быть оценка работы глав на сегодняшний день у нас проблемы на самом деле кадровая даже с главами района очень большая очень большая проблема и понимаете главы районов не заинтересованы сегодня составить какой-то план раскрыть там как дополнительное производство вывести часть из тени предпринимателей а потому что если он соберет больше налогов в районе он получит меньше с области дотации да то есть вот парадокс такой вот в липецкой области есть один район который на сегодняшний день бюджет района 1 миллиард в год 70 процентов он собирается района из-за того что он увеличил собираемость ему увеличили финансирование с области фатма дарисович подождите я может быть ошибаюсь но по моему в прошлом году как раз заявлялось о том что те районы которые будут собирать больше налогов они будут получать какие-то дополнительные средства понимаете когда есть и сделать это разные вот у нас есть в общественной палаты российской там круглый стол что не так да на уровне региона мы делаем так-то да знаете вот у нас по мусору и вот следующую как бы круглый стол есть такое пожелание сделать по вопросу именно управление можно его перевести даже на областное управление вот вкратце сейчас схему объясню один из регионов я не буду его называть у нас всегда когда глава района начинает какой-то беседу в первых рядах сидят надзорные там политические какие-то и прочее прочее извините за такую туфтологию значит сзади у нас предприниматели бизнесмены руководитель взял и поменял местами предпринимателей бизнесменов посадил вперед над всех чиновников посадил назад когда появилась проблема на территории одному из подразделений ну там химики были он говорит вот там есть пять колхозов заберите их бесплатно потому что они в долгах налоговой там нет значит ну снижение ведется производства значит а вы надзорные органы сюда ездите в эти предприятия только учить если говорит я увижу хоть один штраф не обижайтесь а как он может это же на логовое это же федеральные ведомства как он понимает давай мы сейчас не понимаете он так решил административный ресурс и политическое решение сделать реструктуризацию на 10 лет долгов этих хозяйств то есть это перспектива развития этих предприятий соответственно территории он договорился смог договориться с ними да он просто сказал условия вот и все то есть территориально этот бизнесмен занимающий химией он же территориально здесь находится значит я услышал я услышал должен быть с предпринимательским сообществом контакт я услышала несколько здесь таких вещей о которых мударисович ответил отметил вместе с ольгой николаевной лушниковой первое это финансирование о чем мы говорим все время говорим о недофинансировании все время говорим что очень мало денег а в результате действий той системы которая у нас принята муниципалитету району выгодно показывать что он нищий а чтобы получить деньги из региона деньги из региона который поступает они тоже нищенские и в итоге выбирая такую стратегию муниципалитет не сам не зарабатывает ни денег нормальных не получает а прозябает то есть заранее ставит себя в ситуацию просящих молящих и нищенствующих вместо того чтобы понимать что организуя предпринимательскую деятельность ее поддерживая ее развивая ограничивая там штрафы наказаний так далее хотя бы на какой-то период времени поставив задачу самим зарабатывать больше а губерния при этом говорит если мы видим что вы зарабатываете больше и люди более довольны мы вам больше денег даем у нас эта система отсутствует вот эта логика у нас продекларирована да эта логика отсутствует и от этого зависят все процессы в том числе и медицины о которой мы сегодня говорим потому что медицинские вот эти бюджеты я так понимаю они тоже в этой программе они тоже в этой программе и тут такая очень интересная история которой мы должны будем вернуться все-таки после перерыва это как себя чувствуют в итоге люди потому что если ты существуешь в ситуации когда принято решение давайте мы будем как нищие то все себя и ведут точно так же да люди ничего не имеют они едут потупи в глаза они едут к врачам которые тоже ничего не имеют которые тоже ничего не имеют и вот это вот отношение как приехали поросящие а тут сидят врачи царьки хотя я уверена что у врачей это реакция тоже не сама по себе возникла если она существует она мы не можем не доверять тем кто живет вот в орловском районе она просто тоже не просто так эта психология возникла и они не просто так себя вот вот так вот тоже ведут мы можем сколько угодно говорить что если ты стал врачом или учителем как сказал медведев это ваше призвание деньги вы заработаете в другом месте товарищ все люди и между прочим все хотят жить достойно да как бы но но вот как что у нас получается мы все-таки должны немножечко вернуться к медицине у нас в связи с сегодняшней темой есть опрос в контакте который звучит следующим образом слово сочетание медицины в кировской области вызывает у меня давайте все-таки акцент в области что происходит в областном центре мы видим характер хотелось бы это тоже разобрать на что мы видим внешние изменения что внутри не очень понимаем и там есть несколько вариантов ответов что у нас я могу сказать что самый популярный ответ он конечно не самый может быть показательный потому что словосочетание медицины в кировской области более чем у двухсот пятидесяти человек вызывает смешанные чувства есть и хорошее и плохое вот то есть ну сложно понять да но люди на первом месте на первом месте да почти 50 процентов вот и дальше по популярности массу неприличных выражений более ста человек да и ничего не вызывает 13 процентов это здоровые люди это здоровые люди уважение слова благодарности к сожалению всего пять с небольшим процентов вот так негодование и злобу негодование и злобу 7 и 8 ну вот так около 8 процентов нет комментариев нет много человек проголосовала более 500 человек проголосовала это 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 огромная абсолютно выборка у нас даже по приятным для всех урбанистическим темам про до про дороги и жкх столько голосуют как сейчас проголосовали я бы не хотел конечно чтобы на примере орловского района там обратили внимание сейчас всех перенаказали потому что у нас на счет перенаказали сейчас насчет перенаказали и насчет того как осуществляется взаимодействие топы вот здесь в министерстве и районы после таких жалоб мы поговорим после короткого перерыва ольга лушникова автор ведущий программы дороги деревенские на телеканале тнт 43 регион у нас в студии фат хайрулин генеральный директор ассоциации сельскохозяйственных кооперативов и от каплем члена честная палата кировской области мы обсуждаем целый комплекс проблем которые связаны с развитием муниципалитетов области оттолкнулись от темы по медицинскому обслуживанию в орлове вы делали на репортаж программа посвящена в том числе и этому и вот сейчас мы перед перерывом затронули очень важную болезненную тему обычно когда выносится в паблик в последнее время жалобы на ту же медицину например после этого возникают селекторные совещания все-таки нас слышат и вас тоже смотрят и там садится какой-нибудь и там садится не какой-нибудь и конкретный начальник или его там замы и устраивают что конструктивный разговор наверное да какие у вас товарищи проблемы давайте подумаем над решениями или по-другому это выглядит ольга николаевна вам вообще медики сами давали комментарии нет мне медики не давали комментарии там целая история я сначала позвонила главврачу орловской црб вот она бросила трубку но я чак настойчиво еще раз позвонила еще раз позвонила связывалась с удельной она год если удельная мне разрешить подождите надо пояснить кто это это глава пресс-службы соцблока правительства если мне удельная разрешит тогда я вам дам интервью вопрос так во всех сейчас абсолютно и в городских тоже вопрос скажите пожалуйста а раньше вы с такой проблемой сталкивались раньше врачи были доступнее ну я очень мало с врачами общалась а вот министерство сельского хозяйства нет подождите если я буду звонить 400 хозяйств ольга николаевна дождите вернемся к этому значит вам отказались дать врачи комментарии ссылает что у них есть запрет и только за утверждение пресс-службы минздрава вообще всего социального блока правительства они могут давать комментарии вы звонили в пресс-службу я звонила попытались получить она говорит что у нас вот теперь такие порядки какие порядки ну порядки что мы должны дать разрешение так дала разрешение или нет нет почему ну значит она сказала вопросы мне пошлите я послала вопрос а находились там на месте в этот момент в орловском районе нет я звонила уже отсюда вот я послала вопросы она позвонила главе района орловского и замглавы надо сказать что они просили ездил глава района орловского к врачу главному чтобы мне дали интервью просил и замглавы она сказала нет не разрешает министерство вот такой был а то есть из соцблока последовал запрет на любые комментарии по медицинской теме ну вот по этой конкретной теме да я по этой конкретной теме я светлане сказала что хорошо бы ей вернуться к конституции к закону печати еще раз его простудировать а она что вам ответила она сказала что немножко это вот устаревшие взгляды ваше мы ольга николаевна конституция устарела нет она не имела ввиду конституции а что вот что-то раньше так было понимаете вот вы могли почему нельзя то вам сказали почему нельзя нет почему не могут сказать нет вот только разрешение прилетела главе района кстати после вашей передачи скажите глава района очень защищал вот нашу позицию программы и замглавы ашихмина и жителей и жителей жить она хотела вот ашихмина правильно говорила а ашихмина кто это замглавы орловского района по социальным вопросам она только-только начинает работать довольно таки молодая она год если вы ответите говорит это все будет мягче звучать конечно люди поймут что и как почему какие у вас проблемы я там написала какие у вас проблемы выйдете объяснить да выйдете поговорить да не выйдете объяснить вот это вот как раз история из президиумов вещает да вот это устаревшая позиция надо с людьми находиться на одном уровне на земле разговаривать постоянно а то вроде я как слон и тут свалилась устаревшая ваша позиция ольга николаевна да 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 вот эта ситуация на самом деле очень серьезная потому что мы сами по своему эфирам последнее время видим что очень плохо стали выходить на связь и врачи и главы некоторые не все не все очень плохо стали и говорят что нам приливать мы сейчас вас расскажем как бы хуже не было вот такого последние десятилетия такой жесткой ситуации не было почему фарма дарисович что происходит можно я еще затрону одну тему такую но она врачебная значит с 15 года принято решение обязательное прохождение работников животноводства электроэнцефалографии это мозг мозг да но это психическое соответствие то есть все работники должны проходить обязательно вот эту штуку которую да которую или надо выезжать но она платная а человека где-то порядка от 600 до 1200 она и в приказ там штрафы идут штрафы а кто должен обеспечивать это непосредственно предприятие она должна или вывозить или работника медицины предприятие должно оплачивать да ну а штраф там порядка 500 тысяч и что в чем проблема но это нонсенс почему да не надо этого делать почему психологическое соответствие животноводства ну давайте сделаем психологическое соответствие так не просто же так это свалилось сверху это же какая-то в пятнадцатом году это федеральная какая-то это федеральная а это федеральная норма вопроса вопроса а кто нигде не делается а кто ее на сегодня не делается смысле нигде а то есть ее приняли но от нормы не исполняется да да мы говорим о медицинском обслуживании населения а здесь обязательно именно животноводство что случилось они и так медосмотры проходят они также ну как депутатам нашей государственной думы или нашим сенаторам задавали этот вопрос у нас есть депутаты государственной думы вы знаете если я начну начну говорить через казаковцева через совет федерации мы решали вопрос чтобы навоз перевести в экологический класс другой чтобы не сертифицировать то есть мы через госдуму проводим там это важно навоз это важная составляющая деятельность топографы сельхозпредприятия на сегодняшний день платон чтобы силос вывести по федеральной трассе мы должны заплатить а сколько он рейсов сделает по федеральной трассе вот они и ездят на сегодняшний день утилизационный сбор хороший дорогой комбайн сельхозпредприятие должно заплатить миллион восемьсот за одну единицу сдавая его да нет покупая при покупке это все делается то есть эти же деньги переносятся на продукцию соответственно переносятся на население конечного потребителя вот таких мы доплачиваем по копеечке вот таких разных этих я не знаю как их назвать разных постановлений и решений у нас принимается именно в госдуме фат мударевич общественная палата кировской области обладает правом законодательные инициативы мы ее использовали один раз и то тогда когда просили право законодательные инициативы я говорил я говорю вам о федеральном законе можно выйти на законодательное собрание общественной палате а законодательное собрание может выйти на федеральный уровень понимаете вот данная инициатива там прописано что сто процентов должны проголосовать нам легче сделать через какого-то депутата агрария через там проще проще быстрее и зачем мы ее получали это тогда право законодательные инициативы если мы им не пользуемся это я сейчас как тоже член общественной палаты взгрустнулась меня не очень понимаю ладно это мы отвлеклись давайте давайте условия нерешения каких-то проблем удано это проблемы на поле цены я боли николаевна хотел спросить вот люди все таки когда жалуются на недоступность медицинских услуг они в первую очередь чего хотят фат мударисович прав каждой деревне фаб конечно не построят а если построят когда-нибудь так это лет 30 40 они хотят они хотят доступность да потому что до цепелей это вот орловский район там где есть условия ну допустим там фельдшер есть они не могут до него доехать ну ладно они доедут а уколы назначат это значит вот из деревни небольшой там есть деревня комкова там нужно 10 километров дорога плохая уколы каждый день ставить ольга николаевна подождите а как раньше вот это решалось уже давно темой занимаетесь да вот в 90-е годы она сейчас что ли эта тема появилась или она просто всегда было или и или вот как людям то ведь уколы раньше назначали дедушка рассказывал он предсовет жил нет ну так далеко не надо нет но у них был фельдшер у них ветврач был и фельдшер в советское время вот меня спасал в деревне фельдшер тяжелая ситуация была маленькой деревушке были были фельдшеры они не назывались фап они просто фельдшеры просто был всегда медицинский работник был всегда медицинский может быть не в каждой я про каждую это не могу сказать вот на самом деле я бы вернула нас к первой теме вот к самому началу потому что вот что касается фапов количество и качество медиков которые там есть мне кажется здесь нужно еще раз переслушать то что сказал фат мударисович о системе как она заведена под кем она работает в ней кроется корень зла фат мудариса четко разложил почему вот так все устроено и почему все не работает поэтому переслушайте еще раз нашу программу сегодня вечером она будет выложена на сайте хакера точка ру а вот вернуться к ситуации когда жители говорят что приходят к медикам как на поклон как каким-то царькам вот с этим то что можно сделать их осталось там этих медиков ничего всего и у них во взаимоотношениях с пациентами существует вот такая проблема который пациенты обозначают медики ответить не могут потому что им запрещено вообще рот раскрывать как мы поняли вот с этим то что делать рекламировать здоровый образ жизни и продление пенсионного возраста это отдельный вопрос давайте мы не будем я вот так скажу что вот все таки для деревни для села эмоциональная составляющая очень значительно у нас руководители хозяйств мне не даст собрать фат мударисович это ну мягко выдающиеся люди почти все они берут на себя столько сколько вообще взять нельзя они отвечают почти за все вот они такую ставить перед собой задачу воспитание но когда нас одна минута остается воспитание пушки нет тут вопрос то в том что мы после после уплата всех налогов сельхоз товаропроизводитель должен заниматься социальными вопросами и они занимаются этим вот давайте этот вот эту тематику выведем на проект так-то да давайте вот я добавлю только в последний раз извините последний раз в так-то да когда практически в самый разгар дискуссии заранее предупредив извинившись губернатор кировской области стал и вышел почти все руководители муниципалитетов стали и ушли за ним побежали даже они то что вышли им было не интересно обсуждать вопрос по мусору они приехали показать свое лицо не все меня там как раз лучи не на поправил но остались единицы насколько им интересно насколько они готовы открыто устраивать эту дискуссию учитывая что вот как мы видим что к сожалению только дискуссии осталось дальнейших действий у нас после первого круглого стола никаких решений никаких движений не с экологией не тем не менее вы говорите что это полезно сделать и последний я хочу дозвучить малый коны в директор да плетенев николай владимирович николай владимирович когда собиралась вот там замминистра министры он сказал они все отчитывались медики врачи почему у вас так все хорошо у нас то почему все так плохо там отчеты реальной жизни итог пожалуйста первое предложение фатман дарисов говорит круглый стол так тогда на базе общественной палаты со сбором всех муниципальных служащих на тему я думаю с приглашением даже губернатор обязательно на тему систему управления в районах муниципалитетами система развития территории да ну а что касается медицины а это и есть социальные вопросы все они же есть территория открытость давайте говорить честно да честно ответственность этих врачей пусть их немного но пусть они отвечают за каждого человека мы еще раз со своей стороны уже через эфир приглашаем дмитрия александровича курдюмова или министра здравоохранения прийти сюда проанализировать ситуацию которую нам сейчас рассказали с другой стороны может быть ее рассмотреть и показать нам конечно мы сегодня еще раз правительство позвоним напомним что мы ждем и приглашаем для того чтобы они свое видение этой ситуации с разрешением дать интервью тоже высказали я уже не знаю кто теперь там будет давать разрешение или давать но мы приглашаем спасибо ольга лошникова фаат харулин затем и следим не оставляем общественной палате фаат мудрисович тоже мы ее поднимем да да сейчас у нас новости тематические программы рекламу в начале следующего часа мы с анной лапшиной вернемся не поднимаем а 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 и а а а а а а а